Всем привет, это наш новый влог. Сегодня мы отправляемся, вернее не сегодня, завтра, но для вас сегодня на Майорку. Это уже вторая поездка за последние три месяца. В этот раз мы летим чисто отдыхать, никаких других дел у нас нет совершенно. Мы выбрали сами отель, нам никто не предлагал ничего, нам никто ничего никуда нас не приглашал. Плюс наш выбор ограничивался тем, что в данном случае мы летим отдыхать с Цурихом. Это наш первый опыт. Цуриху уже два с лишним года, и мы не отваживались с ним взять просто и полететь куда-то отдыхать. В этот раз мы решили, что ситуацию нужно исправлять и хочется отдохнуть всей нашей семьёй, пока наша семья состоит из трёх человек. Это Цурих, Яна и я. Есть одна проблемка, то что Цурих вообще просто отказывается летать вот в этой переноске, а по правилам моего компании мы летим в компанию S7. Мы не можем вроде как брать на борт животное без вот этой переноски, то есть как бы он должен быть внутри. Но когда он внутри, он просто дичайше бастует, рычит, он пытается расстарапать эту сумку. Просто оттуда спастись любыми способами. Надеюсь, что сговорчивые будут бортпроводники и прекрасно поймут, что если собака будет под Яниной кофтой, например, то никто из пассажиров даже не узнает о том, что мы с собакой летим. Если мы его будем пытаться посадить в переноску, то я боюсь, что наше приключение мне придётся описывать в каких-то постах в Инстаграме. Вот это то, что из техники необходимо взять с собой. Спустя полтора месяца ремонта мне отдали наконец-то мой ноутбук, поменяли второй раз уже материнскую плату, какой-то шлейф поменяли. В общем, не получилось у них поменять его на новый, заменили опять все внутренности. Две недели, полёт нормальный, будем надеяться, что я больше никогда про этот ноутбук не вспомню. Четыре ремонта, по-моему, для нового ноутбука топового, это, по-моему, очень круто. Водительское удостоверение на всякий случай. Ну вдруг чё, часы. Зарядное устройство для коптера. Сам коптер DJI Mavic Pro, первая версия, сейчас вышло ещё две версии. Mavic 2 Pro и Mavic Zoom, в общем, посмотрим, что они из себя будут представлять. Пока меня этот устраивает на 100%. Два штативчика для этой камеры, которую я сейчас снимаю. Это экшн-камера, соника, беспроводные наушники, соответственно. Пульт от коптера, три вида солнцезащитных очков, два аккумулятора к одной и другой камере, жёсткий диск, зарядное устройство, паспорта, триммер, зарядка для мобильного телефона, мышка с нами не едет, и фотоаппарат Fujifilm X100T. Вот эта красная фиговина, которую я купил в Заре, причём на Майорке в прошлый раз, такая достаточно колхозненькая, но в неё можно, когда ты в путешествии находишься, особенно идёшь на пляж, можно сложить, например, мобильный телефон, карточки, деньги, какую-нибудь флешку, например, от фотоаппарата. То есть, в общем, это очень удобная штука, которую можно носить на шее. Главное, что это выполняет свою функцию на 100%. Вот таким образом уже выглядит наш чемодан. Завтра рано-рано утром мы уезжаем, Цурик там уже орёт в коридоре, мы собираем вещи, мы разберём с собой. Как Майорка? Перед тем, как лететь с собакой, нужно приехать в аэропорт, и сразу вот ветеринарный контроль, дверь есть. Мы это первый раз проходим, и надеюсь, что сейчас не скажут, что чего-то нужно ещё, а у нас этого нет. Мы пытаемся как-то угомониться, но я его засовываю в кофту, чтобы его не виделись. Турбез. Ну что, Цурик, как долетел, дружок? Короче, мы расскажем немножечко позже, как провозить собаку с собой на отдых. Мы делали это впервые, и, в принципе, это несложно. Нам несколько раз сделали замечание, то, что мы доставили сумки его и держали на руках, потому что в сумке он категорически отказывается ехать, он лает, скулив, и, в общем, делает всё то, что не позволяет его держать в сумке. Больше 30 секунд. Здесь 31 градус, шикарная погода. Короче, если вы заранее заказали машину, как мы, то вы встанете в очередь с такси, и, мне кажется, это минут на 15 максимум. То есть очень быстро все рассаживаются, и в порядке очереди уезжают в свои отели. Мы приехали в отель. Номер для молодожёнов практически. В Сурихе здесь есть своё пространство. Dog-friendly отель. И вот такой вот у нас вид из окна. Мы как в замке живём. Зашибись. Ближайшую неделю мы здесь, короче. А ещё, что немаловажно, нас тут ждал приветственный хамончик. Очень вкусный. Даже руками грязными. Может, из-за этого и вкусно. Чё, мы приехали, заселились в отель. Отель называется Виламил. Находится прямо на берегу. У него свой выход на пляж. Плюс, соответственно, когда на букинге выбираешь отель и ставишь то, что ты с собакой, количество отелей очень-очень заметно сокращается. Поэтому выбора у нас практически не было. В принципе, отель ничего. Короче, всё так, как надо. Но в первую очередь мы пошли в сторону магазинов, потому что закрывается здесь всё очень быстро. Хочется купить хамон, самое главное. А потом уже всё остальное. А потом уже можно на море пойти. И все вот эти мелочи. Мелочи, сопутствующие хамону. Стрихает турист самостоятельно. Он, по-моему, первый раз так и делает. Вокруг прям самая что-нибудь туристическая улица. Патонг-бич. Вот и супермаркет. Блин, по-русски написано. Ужасно. Когда приезжаешь за границу, видишь что-то на русском или когда кто-то говорит на русском, тебе это не нравится. Хотя это комфортно. Но не нравится. Короче, в супермаркете нам нужно найти воду. Самое главное. В воду мы уже нашли, собственно. Вот это вот одни из наших любимых колбасок. Особенно в Испании. В хамонах мы не разбираемся. Поэтому вот какой-то 5,49. Вот 6,99. Возможно, он вкуснее. Да, выглядит вкуснее определенно. Прям хамон. И я очень хочу сыров почему-то. Почему-то мне захотелось сыров. Ну, я сыр хочу прям такой супермягкий. Камамбер какой-нибудь. Я бы даже вот этот вонючий сыр поел. С плесенью. Это какой-то спар такой, типа, обычный. Сабарасанды типик фром малорка. Ну, типа, наверное, какая-то традиционная колбаса, мне кажется. Выглядит она зловеще. Для тех, кто постоянно спрашивает относительно цен, каких-то масло, стоит 2,49 евро. Сосиски 4,69. Упаковка сыра вот такого нарезочка 3,99. Да я вижу паштет, я все время себе на нашу Ксюшу. Вот в деревне паштет такой стоил, что-то там 30 с чем-то рублей. Вот здесь стоит 1 евро 39. 30 рублей. И самое страшное, что мы его ели. С 30 рублей, понимаешь? И наели мы его тысяч на 5. Я бы сказал, что самое страшное. Короче, вот такая вода с алоэ стоит. 1,99 евро. Шоколадка с инжиром 3,29. Пачка изюма 3,39. Не говорите, что у нас все дорого в Москве после этого. 3,29. Не знаю, как это называется. Как это? Персики сушеные, короче. Пачка фиников 2,99. Что еще показать? Пакет сока 1,39. 100 рублей с чем-то. Наверное, как у нас. Так как в наших интересных сейчас купить много воды, мы возьмем какую-нибудь такую вот упаковочку. И упаковочка стоит, короче, 0,85 евро, походу, каждая бутылка. Зая, ты не поверишь, вот именно здесь, именно в этом магазине. На котором мы покупаем, да? Продаются мои любимые хлебцы, которые я ищу и покупаю только в Азбуке. Ну, теперь можно из Испании их привезти. А они просто божественные. Туречка, ну что ты это любишь? Что ты молчишь-то все время? Маленький пакетик кокосоводы 3,35 евро. Вот максимально понятное по ценам. Пачка Прингл стоит 1,99 евро. Ну, это, конечно, так себе супермаркет, но сыров могло бы быть значительно больше. Потому что только вот такие вот какие-то вообще, как будто они где-то под Москвой сделаны. 2,99 стоит камамберы вот такие маленькие. Что-то я у них не верю. Даже не хочется. Зато сыр в Филадельфии есть в ассортименте, с которым должны делать суши Филадельфия. Но у нас суши делают из какого-то вообще странного месива. Но Филадельфия официально в Россию не поставляется. По крайней мере, когда-то так было. Получилось где-то 39 евро, короче, 40 евро. Короче, в нашем райончике по вечерам очень такая оживленная движуха проходит. Очень все это напоминает, знаете, какой-то тайский курортный городок. Какой-нибудь пляж, типа там Коронбич или Патонгбич, там что еще страшнее. Но здесь совершенно другая категория людей отдыхают. В основном, как я понимаю, немцы. Фарийский, кстати, в данную минуту день рождения. И она в Москве. А мы в этот день уехали. Очень круто, что здесь можно купить практически любой фрукт. Например, арбуз. И он сразу будет с ножичком, с вилочкой, ананасик, манго, что-нибудь. Все, что угодно. И поесть это сразу на пляже, который находится прямо в 50 метрах отсюда. Видите, дынька с ложечкой. Яна пошла по магазинам, а я пошел искать какие-то красивые места, потому что вот там где-то вдали, вот там вот там. Я видел вот такие, как скалы обрывистые, прям каменные. Надо их заснять обязательно на коптере. Цурик, тебя ждали здесь. Сегодня первый день на Майорке. Погода достаточно пасмурная, но это идеально для того, чтобы изучить окрестности и возможность сделать на коптере какие-то прикольные кадры. Я пару раз слышал о том, что некоторых людей, которые делали какие-то незаконные, так скажем, фотографии с неба, с коптера, потом как-то ловили, вычисляли, и приходили либо штрафы, либо там что-то еще, какие-то, в общем, проблемы возникали. Фотографируете что-то незаконно, ставите геолокации, потом тебе приходят, типа, чувак, ты нарушил закон, ты делал съемку там, где делать было нельзя. Я надеюсь, за мои полеты вокруг Пальмского собора мне ничего не предъявят в эту поездку. Причем самое интересное, что мне написали несколько каких-то испанских изданий, которые вот эти фотографии с коптера хотели использовать как-то в своих целях, и даже фотография собора Пальмского пошла на обложку какого-то путеводителя по Майорке. Представляете, талантливый я полетчик. Вы, наверное, хотите знать, как вам отель, потому что очень многие по нашим следам потом следуют после просмотра наших влогов и останавливаются там, где мы рекомендовали когда-то, там, где мы останавливались. В общем, что очень, конечно, приятно, что вы нам доверяете. А мы постараемся никогда не подвести ваше доверие. Ни за какие деньги я не буду рекламировать то, что нам не понравилось, потому что эта реклама будет последней. Дальше вы просто не будете нам верить. Помойка, вот джинсы, например, кружки какие-то. В общем, можно сюда даже не брать ничего. Меня так радуют вот эти листья. Если бы можно было такой лист как-нибудь довести, я обязательно бы на стену повесил такой. Наверное, в Москве можно, кстати, купить. У нас дома на стене серф висит. Если каким-то образом просто сделать крепление и повесить там просто вот этот вот сухой лист, или даже, может, покрыть его лаком каким-нибудь, мне кажется, было бы очень круто. Вообще, крутая идея, кстати, для тех, кто занимается дизайном интерьеров, вот эти листья просто покупать, вот эту кучу купил и распродал их достаточно за большие деньги, покрыв лаком просто. Хорошая идея. Бесплатная, кстати. Горы, скалы, как на заставке моего макбука. Вот именно туда я хочу попасть. Ну, я, собственно, практически подошел туда, куда я хотел. Смотрите, какая природная здесь мощь. Но все вокруг перекрыто, просто повсюду заборы. Хочется куда-то отойти вроде как-то. А я иду просто вдоль дороги. Такая традиционная рубрика. Запуск коптера в новой стране. Хотя Майорка уже не новая. Национальный парк в какой-то приехал, как будто бы. Дома все заканчиваются, начинается просто дорога и вот эти горы. Все вокруг закрыто и огорожено. То есть, если вы хотите просто залезть рядом вот с той колючкой, с какой-то фотографироваться, то у вас нет такой возможности легально. Вся природа за забором. Я все еще хочу на природу попасть. И, по-моему, у меня скоро это получится. Как вы думаете, вот этот проход легальный? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И такая, знаете, зажигалочка лежит. Если вы решили совершить преступление, то выкурите свою последнюю сигарету перед тем, как вас расстреляют где-нибудь в горах и бросят ваши тела стервятником. Короче, я как русский человек могу сказать, что здесь не было загрожено, поэтому я взял и прошел. Вот так, вот так и вот так и все. Я пошел наслаждаться природой наконец-то. О, божечки, как офигенно. Вот это вот, вот это вот природа настоящая. Я надеюсь, что у меня даже получится сейчас какое-нибудь восхождение совершить вот туда. Кайф. Ну, полиция-то впадлу будет, наверное, сюда лезть. Мне не впадло, блин, это очень вертикальный склон. А вот, кстати, знак. Зачеркнутый человек, и что-то написано. Но я же не понимаю, что написано, поэтому надо немножечко закопать эту штуку. Как будто бы никто и не видел, что здесь такой знак был когда-то. Офигеть. Тачка. Нормально вообще? Знаете, как в фильмах ужасов. Как будто бы здесь там кого-то убивали сверху, потом машину сюда скинули, чтобы никто не увидел никогда в горах. Вот я, блин, сталкер. А, здесь, походу, трасса для спуска на велосипедах. Какого-то экстремального, потому что навалены всякие бревна. Кто-то здесь, походу, нифига вот так спускается. Самое классное превосхождение на какую-либо гору, то что ты каждые 10 метров буквально 15 проходишь, и думаешь, блин, какой классный кадр, уже лучше не будет точно. Встаешь, фотографируешь это все, проходишь еще 15-20 метров, оказывается, что кадр еще лучше. Вот я сейчас останавливаюсь каждые 2 минуты и фотографирую снова. Смотрите, какой-то глиняный кувшин. Возможно, ему 500 лет уже. Или 1000, 1000, скорее всего. Не нужно, он у меня такой старый. Блин, велосипедисты сумасшедшие люди. Представляете, нестись на велосипеде вот по такой херовине там, мимо дерева, мимо камней. То есть ты падаешь и каким-нибудь там неудобным своим краем человеческого тела задеваешь. Какой-нибудь острый камень. И нифига хорошего не происходит. Очень красиво. И очень свежо. Вон наш пляж, наш отель. Мне кажется, по калориям я уже завтрак стопудово сжег. Сейчас нужно сразу авансом на ужин накопить сожженных калорий и заменить их потом сожженными калориями. Я вижу путешествия именно такими. То есть не то, что ты там типа сидишь и лежишь около отеля, как мы планировали, в принципе. А нужно обязательно что-нибудь изучать ногами. Яну я бы сюда точно не затащил, поэтому, Яна, смотри моими глазами, как здесь классно было. Достаточно рядом с отелем, а ощущения уже совершенно другие. Я бы сказал, даже вообще от Майорки другие ощущения, когда ты сюда поднимаешься. Ну, короче, коптер можно было с собой не брать, в принципе. Велосипедисты странные люди. То есть, получается, они тащат сюда в гору свой велосипед для того, чтобы потом быстро на нем съехать. Очень странная фигня. Наверное, оно того стоит. Представляете, какой здесь пикничок можно сделать? Вот здесь вот сесть и вот с таким видом провести время. Я всем всегда говорю, если вы приехали в какую-то страну, нужно как можно больше ходить ногами. Если вы ходите своими ногами, они вас донесут в любую самую интересную точку, даже если вам придется потратить на это много времени. Даже если вы ничего не найдете, сам путь вам доставит просто огромное количество разных эмоций. Горы это какая-то сила, которая мало с чем сравнится. В них прям чувствуется такое, знаете, скопление, сгусток энергии всего мира. Знаете, падать отсюда все страшнее с каждым разом. Я, кстати, здесь не один. Извините, что я вам показываю. То лосиные какашки, то еще чьи-то. Короче, здесь есть какие-то эти знатоки в мире какашек. В общем, какие-то какашки кругленькие. Какое-то животное, которое какает кругленькими какашками. Напишите в комментариях, что это за животное. Блин, походу я туда не залезу. Либо, знаете, фильм есть, то ли 72 часа, то ли 172 часа называется. Либо какое-то другое число, короче, где альпинист попал в расщелину скалы и там отрезал себе руку, чтобы выбраться. Надеюсь, до руки сегодня не дойдет, но кадры я красивые снять обязан. Видите, ради вас в лепешку расшибусь. Ну и ради себя немножко. Меня, знаете, что удивляет во всем? Потому что здесь очень красиво, но нет людей. Я встретил двух человек за всю эту прогулку, и то они были там полчаса назад. Представляете, как пещерные люди жили? О, блин. Это животное водится где-то здесь. Зацените. Вот это все. Вот это. Это все горы вот этих какашек. То, что здесь живет, должно иметь задницу, через которую вылезет вот такая какашка. То есть это как минимум что-то вот такое, наверное, по моим подсчетам. Либо это что-то очень маленькое с очень огромной задницей. Третьего не дано просто. Я прямо сейчас вспоминаю все фильмы, а здесь все пещерные люди жгли костер, походу. Либо Дом 2 снимали. Лобное место здесь было. Все более и более впечатляющая картинка. Поэтому внизу, в принципе, смысла нет фотографировать. Вы сначала дойдите доверху, а потом идите вниз. А то у вас уже сядет телефон, камера и все остальное. Самое интересное, что я взял с собой три аккумулятора для коптера, а сел у меня в итоге айфон. Для айфона зарядку не взял. Думаю, блин, ну айфон-то стопудово не сядет. Субтитры сделал DimaTorzok Моё восхождение окончено. Кто срёт на вершине горы, мне так и непонятно до сих пор. И самое интересное, что я думал, что я один такой подвиг здесь совершил. И, короче, пока я здесь снимал видео, снимал влог и пытался сфотографировать сам себя с помощью коптера, расстаю я такой, сфотографирую себя со спины и смотрю вдаль туда. За звуком коптера у меня не было ничего слышно. И после того, как я там напозировался весь, так, так, там, блин, вытягивая ручку, там, меняя ножку и так далее, поворачиваясь назад, жужжит коптер, а под коптером стоят такие двое пенсионеров, такие, типа, чё, чё он здесь делает? Либо это какой-то суицид на камеру, либо чувак просто сумасшедший. Суицида не было, поэтому я просто сумасшедший. Не знаю, забраться на неё, походу, всё-таки нереально. Погода просто волшебство. Будь во мне небольшие задатки скалолаза, я бы сейчас точно до верхушки дошёл бы. Так что-то мне не столько страшно туда забраться, как обратно потом спускаться. Обратно всегда почему-то сложнее. Если идёте в город, уберите с собой в воду. Я в воду с собой не взял, потому что я такой достаточно терпеливый человек в плане воды. Сейчас у меня уже язык к нёбу прилипает, потому что моё приключение затянулось уже больше, чем на три часа, если не ошибаюсь. Так классно здесь из камушков вот эти пирамидки складывают. Вон там на камне, вот здесь вот. Может, желание загадывают, может быть, типа, чтобы вернуться, может, ещё что-то, фиг знает для чего. О, всё, на камере тоже аккумулятор садится. Я тоже его не взял, потому что у меня не было ощущения, что я поднимусь всё-таки в какую-либо гору сегодня. Хочу поделиться ещё одним моментом, который меня почему-то очень в последнее время мучает. Мне кажется, что я, знаете, стану просто адским стариканом, который будет очень много говорить. И когда, знаете, меня будут слушать. Да меня сейчас, наверное, так слушают половину людей. Типа, когда он остановится уже, потому что у него просто словесный поток вечный. И, мне кажется, все, кто меня окружает, все мои друзья и знакомые ненавидят мои голосовые сообщения. Потому что я по голосовым сообщениям разговариваю как по телефону. Мне, в принципе, типа, ответов и вот этих поддакиваний не нужно. Я могу начать голосовое сообщение, а потом, когда я отпускаю кнопку записи, я смотрю там, типа, блин, 3 минуты, 5 минут. Причём я сам-то ненавижу эти длинные голосовые сообщения. И меня, честно говоря, в последнее время это начало очень сильно напрягать. И я сейчас иногда смотрю, если голосовое сообщение, типа, там, больше минуты, а я какую-то вообще херню говорю, то я стараюсь удалять её и заново перезаписывать. Стараюсь переучить себя, чтобы научиться говорить коротко. У меня прям реально комплекс развивается, то, что я так дохера говорю. Да вот то же самое во влогах, вы не представляете. Вот нас снимешь, материалы просто дохрена. И в итоге из этого материала ты сидишь, вырезаешь, думаешь, а, блин, вот эти 10 минут даже слушать лень. Вот эти 10 минут нафиг. Короче, я очень дохера говорю. И это очень сложно монтировать. Типа, пожаловался, опять дохера наговорил просто ради того, чтобы это сказать. Я просто офигею над собой, короче. К какому врачу идти обследоваться, чтобы вот этой вот херни не было? Какие таблетки надо пить, чтобы мало говорить? У нас сегодня первый опыт в аренде автомобиля. Нужно сейчас это организовать. Причем вот сейчас и на сейчас мы заранее ничего не баронировали. И хотим поехать и посмотреть остров вообще, как он выглядит с другой стороны, с какой-то обрывчики, красивый заливчик. Едем изучать всей семьей. Всей семьей. Машину попробуем арендовать прямо в первом самом попавшемся месте рядом с отельом. 50 метров от аренда машин. В первом месте, где аренда автомобиля не оказалось, машин, короче, на автомате. Я признаюсь, что я не умею водить машину на механической коробке передач. Нет, я могу, конечно, тронуться, может быть, даже поехать, но мне явно не будет ничего, кроме проблем и гемора доставлять это занятие. Оказалось, что время до автомобилей есть у нас в отеле. Что неудивительно было, наверное, изначально, но мы обошли несколько мест, либо не оказалось машин с автоматической коробкой передач, либо машины какие-то были совсем стрёмные. В общем, сейчас пытаемся либо какой-нибудь мини-кабриолет арендовать, либо что-то такое. Ну, типа, кабриолет какой-нибудь, никогда в жизни не ездил на кабриолете. Я желаю кабриолета. И, пожалуйста, красный цвет, либо белый, чтобы нам подгон было. Оказалось, не так просто арендовать ту машину, которую ты хочешь. Неужели, блин, еще выпускают машину на механической коробке передач? Просто зачем? То есть дофига прикольных и симпатичных машинок на механической коробке передач. Наша машина называется Opel Moco, выглядит это чудо вот таким вот образом. Машинка, кстати, новенькая, прям вообще свежачок. Оформляется все буквально на 5 минут. Приезжает человек в отель, подписываешь небольшой просто контракт какой-то простой, свои данные, свой номер телефона, показываешь свой загранпаспорт и водительское удостоверение. 5 минут, 10 буквально, у тебя ключи уже в руке. И вечером до 8 вечера нужно вернуть ее в отель. То есть просто мы ко входу в отель обратно ее подвозим и ставим. Путешествие начинается. Сколько же мы всего теряли, что не брали машину на Майорку. Короче, нужно ехать и обязательно брать в аренду тачку. Очень красивые маршруты, горные серпантины. Прям, прям вау. Я Жене про машину просто жужжал, наверное, ну, несколько лет. И, наконец-то, Женя соизволил. Блин, смотри, как круто. Не хочу держать рулю. Впечатление, как у ребенка, который получил просто все подарки, о которых он мечтал сразу в один день. Это очень красиво. К сожалению, очень мало возможностей остановиться. И вот сейчас, наконец-то, мы нашли такое место. И мы это сделаем. Ну-ка. Вы просто на это посмотрите. Это что-то. И скалы такие отвесные, прям. И сетки такие мощнейшие, чтобы эти камни все на дорогу, на машины не летели. Я покупаю все. Смотри, как по свету стоит тачка. Ее не надо рекламировать, к сожалению. Мы после завтрака так ничего не ели. И мы всю дорогу ехали и думали, блин, где же мы наконец-то перекусим. Взяли себе по колбаске фуэт. Едем, грызем. И голодные, блин. И увидели вот ресторан с каким-то потрясающим видом. Мы вам напишем, что это за ресторан и по какому маршруту мы ехали. Нельзя было окно закрыть, например. Огромное количество серпантинов. И все вокруг, вот каждые 50 метров ты писаешь кипятком. Блин, наш пятикрузер. Вот именно вот такая машина, именно такого цвета, именно, наверное, такая комплектация была наша первая машина. Блин, такого же цвета салон. С красными панельками внутри. А, ну у нас была limited edition, а здесь, типа, ну, тут другая немножечко. Суть остается такой же. Короче, ресторан называется GS или CG. Или GS, блин, ненавижу эту вот, эту, вязь этого. Хотели мы что-то, типа, того взять изначально на прокат. Но вообще ни разу не разочаровались, потому что машинка вполне себе едет. Ниционер так медленно охлаждает. То ли ES Grau, то ли GS Grau. Это как капча, блин, в гугле, хрен пойми. Да неважно. А там туннели, какая-то смотровая, походу, площадка. Короче, на входе нам сразу сказали, что с собакой нельзя. До свидания. На самом деле, интересно вообще. Мы с Сурихом сталкиваемся просто день за днем все с новыми и новыми какими-то сложностями. Вроде, с одной стороны, круто, мы путешествуем в семье. С другой стороны, семью пытаются постоянно разделить все. На пляже какая-то бабушка испанка или итальянка, такая пенсионерка, блин. Такой святой одуванчик, вот делать ей нехера было. Пошла, подошла, говорит, здесь собакой на пляже нельзя. Музыки, типа, окей, окей, типа. Причем на испанском, она и сказала... Он не бегал, он сидел именно у меня на руках. И еще и был в шлейке и с этим, с поводком. Нет, все равно, понимаете, что-то ей помешало. Причем народу было мало. Ей надо было от нас дойти до этой будочки с этими спасателями и теми, кто за пляжем смотрит. И сказать им, пожаловаться. Ну, не знаю, я вообще не поняла этого. Нет, самое интересное, что она проходит и что-то на итальянском или на испанском нам пытается сказать. И что-то говорит, там, ху, но пе, что там, ла-ла-ла-ла. То есть, мы такие, типа, окей, окей, типа, что ты нам пытаешься помочь. Потом у меня что-то мысль такая, она нам показывает вниз. Я такой думаю, блин, с полотенцами, что ли, нельзя, с отельными. А на полотенцах написано название отеля. Я такой думаю, да хрен с ними, заплатим мы за эти полотенца, там, купим, там, другие, если там что-то не так. Я говорю, окей, окей, типа, просто отвалите от нас уже. Она доперлась до, там, каких-то спасателей на пляже, ну, короче, сотрудников пляжа. И они, там, минут через пять, через десять пришли и сказали, что, типа, сорян, с собакой нельзя, блин. Вот-вот не лень было ей. В Цюрих, там, блин, сидит на матрасе, трясется после моря, там, блин, вообще ничего никому, ничем не мешает. Дети рядом, там, суд вообще, чуть ли там просто не спустив штаны в море, там. И все, всем нормально, всем замечательно. Ну, блин, собачка маленькая на руках, которая сидит, кому-то помешала. Которая ни разу не письмала и ни разу не какнула там нигде. Мы сейчас приехали в какой-то городок, который называется Паньял-Буфар. Ну, или что-то наподобие вот этого. Тайское место. Да, тайское место. У нас здесь одна основная проблема, то, что здесь практически невозможно припарковаться совершенно нигде, где есть какая-то еда. Любой какой-то ресторанчик, пиццерия, кафешка, где мы хотели бы остановиться. Я хотела бы найти ресторан, где нас пустят сурьбу, вот, чтобы там было вкусно. И это была бы просто программа максимум на сегодня. Короче, голодные, едем дальше. Вот, казалось бы, едем в горах, а асфальт настолько идеальное покрытие, как будто бы вот только что положили на протяжении всего маршрута. А едем мы уже часа два, наверное. Сами не ведая того, мы повстречали указатель города Сальер, город, в который ходит старый поезд, нам про него рассказывали в прошлую поездку в Ново-Йорку. В общем, какой-то деревянный ретро-поезд, суперкрасивый сюда ходим. Блин, я просто не мог здесь не остановиться. Во-первых, здесь огромное количество вот этих деревьев брокколи, а во-вторых, здесь прямо ослы, вон они, вот это все. Мы разгадали эти деревья, на них растут оливки. Парля франце. Блин, осел, какой клевый. Ну, передавай привет, давай, ты же хотел. А можешь тебя потрогать? Ну, дай потрогаю. Ну, давай уже, чего-то. Поцелуйтесь уже, давайте два животных. Литр бензина в 98-го стоит полтора евро. 1,4 там с копейками стоит 95-й бензин, примерно 120 рублей за литр. Хорошие у нас в России цены на бензин. Пока. Приехали в ресторан уже во второй, и он закрывается. А закрывается он, потому что здесь фиеста. Это просто прикол, в ресторане фиеста это что-то за гранью понимания, по крайней мере для русского человека. Ян, ну ты мне скажи, как может быть фиеста в том месте, где нужно обедать? И фиеста это, грубо говоря, в обед начинается. Яна нашла какую-то фабрику, где создают из апельсинов мармелад. Ну, не мармелад, а джем по-русски, или как он там? Прямо типа апельсина настоящая и фабрика. Обожай, я вообще фанат всех апельсиновых джемов и мармеладок. А тут можно смотреть с грядки, с пылу, с жаром. Мне кажется, это что-то очень прикольное. Сейчас приедем в отель, блинов напечем. Я свою газовую горелочку взял из деревни со сковородочкой. Обязательно попробуем. Блин, это классно. Смотрите, какой офигенный вид. Вот этот городок, который находится прямо вот на горе, на большой. То есть все вот эти улочки, они вообще практически на вертикальной. Испанцы очень любят на вертикальных поверхностях строить города. Этот значок нас преследует повсюду. Нашли пиццерию, где есть столики на улице. Столики сели и хотели что-то заказать, как нам опять сказали. Но, но, типа, сори, с собакой нельзя. Короче, будьте внимательны, когда путешествуете с собакой. Вам придется, скорее всего, заказывать все на вынос. И, соответственно, есть в машине или где-то на природе. Но, наверное, это может быть и к лучшему. Если взять с собой кучу еды и устроить день пикничок, я думаю, это будет намного даже интереснее, чем сидеть в каком-нибудь кафешке. Так что очень странно, что практически у каждого здесь есть собака. Когда гуляешь по таким маленьким городкам, почти в каждом дворе кто-то лает. А с собаками нигде нельзя. Даже в Москве такого нет. Есть в некоторых рейсах, но не повсеместно, как здесь. Я думал, мы не влезем сюда. Сейчас машина так подожмется. Типа на светофоре мы сейчас стоим. Вот в этой вот однокомнатной квартире. Вы представляете себе, это расстояние космически узкое. Мы в Сальере, и здесь очень узкие улочки. Здесь крайне тяжело в городе передвигаться на автомобиле, потому что в некоторых местах, чтобы повернуть, тебе нужно как бы повернуть, потом сдать задом, потом еще раз. Второе, там, с третьей попытки у тебя только получается. Потому что, ну вот, как будто ты в здании в каком-то находишься, внутри даже. В торговых центрах больше простора. Вот эту же шапку я не купила, наверное, что одну, что вторую лет, наверное, шесть назад в Майами. Там арт-это дистикт был, и там, короче, всякие ретро-штучки. Блин, ну сейчас этот магазинчик закрыл. Это все закрыто. Просто ощущение, что город вообще не работает. Я не знаю, что это либо это фиеста, и откроется это все попозже. Сейчас время около шести часов, либо, ну, либо, короче, уже все это закрылось. Просто все закрыто. Люди сидят такие, типа, что мы сюда приехали? Здесь красиво. Все местные жители, по-моему, собрались в центре, около вот этого какого-то католического храма. Круто выглядит, конечно. В общем, здесь ходит ретро-трамвайчик такой деревянный. Я думал, что нам долго придется ждать. Нифига, нам повезло. Идеальный трамвайчик. Ну, типа, ради этого, короче, можно было в Сальер приехать. Тут храм, а внизу лимоны. Вон одно дерево лимона и второе дерево лайма. Вот это вот ливей. Это не лимоны, это мандарины. Почему столько эмоций вызывают мандарины? Потому что я не из Испании родом. Вот почему. Здесь, кстати, куча рейстиков различных, кафешек. Если вы проделываете вот такой вот маршрут, как мы, знайте, в идеале можно уже доехать до самого Сальера. И здесь уже провести достаточно много времени, потому что куча маленьких улочек. Можно классно пофотографироваться, покушать здесь. Здесь очень вкусное мороженое джелата. Она практически сеть, по-моему, везде. На Майорке одинаковая. То есть там, где большой выбор мороженого, там и пробуйте. У него очень прикольная такая консистенция. Она немножечко тянучая, без кристалликов льда, что самое противное обычно мороженым. Поэтому, короче, если вы будете в Испании, на Майорке, обязательно пробуйте мороженое. Как город? Очень странно. Я тут в торговом центре. Здесь такое все маленькое, что ощущение, что ты вообще даже не в городе, а где-то вот нет ветерка какого-то, поэтому воздух стоит. Пахнет тоже как помещение. Но здесь классно. Вот для любителей таких маленьких городков, европейских маленьких улочек. Первый сентября чего мы хотели? Дворник жжет листву. У нас, к сожалению, не очень много времени на изучение этого города, поэтому мы возвращаемся в отель. Нам нужно сдать машину до 8 часов вечера. Дворник жжет листву.